Всем огромный привет! Меня зовут Оля, вы на моем канале и сегодня у нас будет такое редкое видео на моем канале, которое называется вопрос-ответ. В последнее время добавилось достаточно много новых людей, которые еще со мной может быть не очень хорошо познакомились, поэтому такие видео, я считаю, что очень хорошо помогают узнать получше, на кого мы подписаны. И буквально недавно я разместила фотографию и на YouTube, и в Instagram, под который вы могли оставлять вопросы. И сейчас я абсолютно без подготовки буду на них отвечать честно, откровенно, как всегда. Итак, 19 вопросов на YouTube только, но я постараюсь не очень подробно. Итак, первый вопрос. Оля, у меня вопрос, в каких интернет-магазинах заказываешь пряжу? Я в разных заказываю пряжу в интернет-магазинах, я очень часто об этом говорю. Я заказываю ту пряжу, которая мне нравится, просто захожу в интернет-магазин и заказываю. Я не буду сейчас здесь рекламировать интернет-магазины, потому что мне говорят, что вот там реклама какая-то, нет. В разных, абсолютно, даже из Европы заказываю периодически. Сейчас Google всем в помощь, да, в разных магазинах. Здравствуйте, Ольга, что вас вдохновляет на новые проекты? Как боретесь с хандрой, если такое бывает? Жалко ли вам выбрасывать пряжу, которая не понравилась? Сразу три вопроса. Что вдохновляет на новые проекты? На новые проекты вдохновляет абсолютно все. Вот вы верите, я могу выйти в лес, посмотреть на какой-нибудь листочек ярко-оранжевый какой-нибудь и понять, что, например, вау, какой клевый цвет, мне такой нравится, свяжу-ка я такого цвета шапку, например, да, вот, и вяжу ее. Вдохновляет интернет однозначно, причем не только там Pinterest тот же самый, а в принципе я забиваю там связать варежки и выдают огромное количество варежек разных-разных. Вдохновляет журналы, я покупаю Vogue практически каждый выпуск, мне очень нравится, как снимают рекламу, очень красивые картинки и очень много картинок связанными вещами зимой, например, да, с каких-то показов там и так далее, мне очень нравится. Меня вдохновляют очень скандинавские интерьеры, скандинавские вязальщицы, у них, знаете, такая не очень аккуратная вязка с нашей точки зрения, когда там петелечка к петелечке, там ничего не косит, не кривит, у них такая более свободная вязка, но такая очень атмосферная, очень домашняя, очень мне нравится. Также Instagram, конечно, очень много очень талантливых вообще и вязальщиц, и фотографов, очень много. Также меня вдохновляют магазины, масс-маркет, они очень классно интерпретируют все трендовые, все тренды сезона в своей коллекции, и я периодически хожу не для того, чтобы купить, а чтобы посмотреть, что там навязано, что связано в разные магазины. Мне очень нравится Massimo Dutti тот же самый, Zara, конечно, не с точки зрения материала, из которого вяжут, а с точки зрения модели вообще, что там придумали. Так что вдохновение, оно вообще везде, вот вообще везде. С хандрой как борюсь? Ну, смотря какая хандра, сейчас вот очень мало солнца, и, конечно, это очень угнетает, и на самочувствие сказывается. Стараюсь больше есть каких-то мандаринов, нюхать апельсины, лимоны, это очень как-то бодрит, пить чай, как-то вот, ну не знаю, вот сейчас читаю новую книгу, она меня очень расслабляет, вот Zara Gio, все цветы Парижа, читаю, как-то помогает тоже справляться с хандрой. Ну, мне кажется, знаете, еще очень помогает справляться с хандрой, знаете, смирение, понять то, что, ну это пройдет, и то, что это ничего страшного. Ну вот как-то похандрить, съесть конфетку, выпить вкусного чая, потискать ребенка, собаку за ухом потрепать, ну как-то вот так, наверное, да. Оля, я очень хочу приобрести хорошую книгу о вязании спицами, может посоветуете автора, если вы в курсе, или такую имеете. То, что касается книг, когда я только начинала вязать, я покупала книги, там, библию узоров, потом у меня вязание без слез, забыла, как фамилия автора, такая популярная очень книга. У меня есть вокнитинг, такая, знаете, большая книга про вязание, правда, на английском языке. Я покупала, когда еще на русском не было. Совсем недавно я приобрела книгу японских узоров, вот буквально на днях, я еще даже ей не хвасталась в покупках. Вы знаете, я к книгам крайне редко обращаюсь, ну вот очень редко. То есть вот если вот мне хочется полистать просто в голове, например, какой-то свитер, но хочется дополнить какими-то узорами, и я беру книгу вот полистать, посмотреть, что там может быть я найду. Но книги крайне редко, чаще всего я пользуюсь ютубом, интернетом, инстаграмом, то есть я там ищу все, что мне нужно. Да, книги, вот прям посоветовать, что вот купите вот такую книгу. Нет. Скажите, что больше любите вязать? Я сейчас, вот в данный момент, меня очень захватили носки, очень хочу связать перчатки, но больше всего в своей жизни я вяжу шапки, больше всего. Хотя уже достаточно много и сфитеров, и носки тоже вот я вяжу, но, пожалуй, очень меня захватывают шапки. Наверное, это любимая. Нет, опять. Оля, в каких странах Вы уже побывали, а какие хотели Вы посетить? Ну, страны это так очень глобально, я бы так сказала, в каких городах я побывала. Ну, например, Италия, это Рим, Позитана, Амальфи, Капри, там вот я была, в Праге была, в Египте была, в Шарм-эль-Шейхе, в Каире, в Хургате, в Турции, естественно, там Кемер, Белек, в Хорватии была. Мне очень понравилось. Была в Пориче, в Ровине, очень мне понравилось, в Хорватии. В Греции была, на полуострове Кассандра. Так, где еще была? В Болгарии, тоже на Золотых Песках. Ну, вот, как-то так, по чуть-чуть где-то была. Очень хочу, конечно, в Париж, во Францию, мне очень хочется, ни разу не была. Очень хочется в Испанию, а из таких дальних стран я бы с удовольствием съездила во Вьетнам, пожалуй, это вот из дальних Вьетнам, Сингапур, и в Нью-Йорке хочется побывать. Вообще, вы знаете, я много где хочу побывать, но не прям везде. Например, какие-то Мальдивы, там Доминиканы меня совершенно не привлекают. Возможно, Куба, но туда тоже далеко лететь, я не уверена, что мне там понравится, например. Больше я люблю Европу, она мне по духу очень близка. И, конечно, я бы хотела посетить скандинавские страны, Норвегию, хотела бы побывать в Швейцарии, например, еще. Да, ну, в общем, много где хочу, судя по всему. Оля, хотела узнать о ваших бирках, на все изделия крепите или только на продажу, которые? Ну, я скажу так, что у меня есть изделия, которые я ношу сама, у меня там бирочки мои. Не на все я креплю, только на те, которые, мне кажется, гармонично будут смотреться с этими бирками. Например, если я вяжу розовую шапку, то коричневая бирка как-то вообще-то не алё. Поэтому по-разному, если хватает бирок, и они там классно смотрятся, то я прикрепляю. Если, понимая, что не очень хорошо будет смотреться, то не креплю. То есть, ну, как-то от случая к случаю я сейчас это делаю. Можешь вспомнить, сколько часов подряд вязала. Ой, у меня один раз было, что я... Да даже не один раз. У меня, знаете, как... Я в основном вяжу по многу часов вечером. То есть, я могу сесть где-то в 9-10 часов вечера вязать и закончить там в час, а порой в два. То есть, без перерыва я сижу, вяжу. И уже потом, когда чувствую, что немеет всё, на чём я сижу, я уже встаю и хотя бы немножко прохаживаюсь. Конечно, так делать нельзя, но порой так увлекает или так хочется довязать, что вот сижу прям 4-5 часов, не вставая, вяжу. Но так, чтобы целый день напролёт, у меня так не получается, потому что у меня семья, дети, и я не могу вязать сутками напролёт. Максимально вот вечером я могу, да, часа 3, это стабильно похоже. Я вот вяжу, мне кажется. Да, где-то так. Ольга, что любишь смотреть, когда вяжешь сериалы, кино, какое? О, по поводу сериалов, это отдельное видео можно снять, какие я люблю. Последнее, что я посмотрела, это норвежский сериал «Наследие». Ой, не норвежский, да, нет, да, нет. «Наследие», классный сериал, мне очень понравился, там 3 сезона, не знаю, будут снимать 4 или нет, но я люблю очень скандинавские сериалы, вот эти все такие мрачные, типа «Мост», «Убийство» и так далее. Я смотрю сериалы, мне очень нравится. Да, посмотрела «Игру престолов», вот, собственно, весной. Потом, что я ещё смотрела. Я разные, разные абсолютно сериалы смотрю. Посмотрела «Острые предметы», мне понравилось. Такой замороченный, конечно, немножко мрачный, но интересный сериал. Много фильмов смотрю, разные. Больше люблю триллеры, ужасы, всякие разные такие вещи. Мелодрамы смотрю по настроению. Больше люблю такие комедийные мелодрамы. Ну, по настроению, по настроению. Сейчас хочу очень посмотреть «Молодой папа». Мне муж присоветовал, говорит, посмотри. И почему женщины убивают. Мне тоже интересно посмотреть, все очень хвалят. «Чернобыль» посмотрела, очень классный сериал, прям вот советую от души. Последний впечатливший меня фильм – это «Джокер», естественно. Просто я о нём ходила, думала, наверное, неделю. Потому что, ну, гениально совершенно передана атмосфера. И роль сыграл Хоакин Феникс просто, ну, вообще там, на разы, как так сыграть можно, я не понимаю. Но с ума можно тронуться, чтобы так сыграть. Очень круто. Ну, это, пожалуй, вот. Кстати, «Малефисенту» мы тут с детьми посмотрели. Очень хорошая сказка. Рекомендую. Вторую «Малефисенту» я имею в виду. Так что я вообще всеядная в плане кино. Ну, я смотрю и серьёзные какие-то фильмы, и ужастики всякие разные. Единственное, я не люблю про, типа, там вот пила какие-нибудь там, у холмов есть глаза, когда тупо бегают, там что-то убивают, режут и так далее. Я больше предпочитаю, типа, каких-то, ну, чужие, вот это моя просто любовь. И про всяких маньяков, убийц и так далее. Ну, вот, типа, «Молчание ягнят» и всякое такое, если вы меня понимаете. В общем, люблю такие фильмы. Вы говорили, что ваш супруг работает риэлтором. Скажите, можно ли к нему обратиться? Конечно, можно. Он работает в компании. Если вам интересно, напишите мне в директ или письмо. Я вам оставлю координаты. Связывайтесь, он прекрасный специалист. Добрый день, Оля. Скажите, где можно заказывать хорошую бюджетную пряжу? Я живу в Ставропольском крае. Хорошую пряжу бюджетную можно заказывать в интернет-магазинах, которых миллион. Просто миллион. Я не знаю, сколько будет стоить доставка. Единственное, Ставропольский край. Понятия не имею. Поэтому не знаю, насколько она вам бюджетно выйдет. Но магазинов – миллион. Просто сравнивайте, где вам интереснее покупать. Гуглите. Сейчас «Hello, Google» и поехали. Что для вас первично? Модель или пряжа? Порой модель, а порой пряжа. Хотя чаще всего я в голове рисую какую-то модель. То есть вот мне нравится, например, хочется точнее связать свитер, или там шапку, или варежки. Я хочу определенную модель и иду подбираю пряжу. А иногда бывает наоборот, как было, например, с вот этой вот пряжей. Лана Гросса для носков, носочной пряжи. Я ее увидела и поняла, что мне срочно нужны такие носки, потому что совершенно гениальный цвет с блестками. И мне хочется связать такие себе носки. То есть, ну, по-разному, вот прям бывает, честно. По-разному. Есть ли в вязании, что что-то удивляет? Как в позитивном, так и в негативном смысле. Может быть, какая-то техника, состав, или, может, какие-то изделия. Восхищает, ну, меня восхищает очень техничность работ, очень многих мастериц, которые вяжут просто вот настолько аккуратно, красиво, и не придерешься там ни к одной петелечке, ровненько. Ну, восхищает реально. Вроде бы одна и та же шапка, один и тот же свитер какой-нибудь лицевой глади, а смотрится совершенно по-разному, потому что, ну, очень технично, все очень выверено и так далее. То есть, я к этому очень стремлюсь, и пока что, конечно, не могу похвастаться такой идеальностью, и восхищаюсь очень многими мастерицами. Прям вот смотрю, думаю, вау, как круто. Совершенно по-доброму, потому что, ну, вот мастер, да, классно. А что меня удивляет, ну, порой, когда говорят, что вот не так надо было сделать, а вот так, вот это вот здесь вот не очень, а вот это вот очень. То есть, какие-то критичные оценки, такие вкусовые, субъективные, как-то, ну, они, наверное, не только в вязании, а вообще, да, думаешь, ну, вам не нравится, как бы, окей, мне-то нравится, зачем мне вот это мнение, как бы, вообще ни о чем. Вот, и порой бывает, ну, вот, знаете, некоторые там какие-то итальянские наборы, еще какие-то наборы, там, куча каких-то наборов, там, каких-то, вот, например, в носках пятка бумеранг. Зачем она? Я не знаю, мне обычная пятка нравится, и зачем мне этот бумеранг? Вот, как-то не понимаю. Но некоторые моменты, я думаю, что они как-то немножко лишние, я так думаю, в принципе, ну, просто, чтобы заморочиться, там, и вязать, вот, разными способами уметь туда-сюда. Вот, я люблю, как бы, когда, ну, не то, что попроще, а если это выглядит хорошо, красиво, зачем еще 150 каких-то способов придумывать? Ну, это, на мой взгляд, такой, чисто по моему характеру, наверное. А вот прям, чтобы совсем негативного, такого, наверное, нет. Мне кажется, что вязание вообще не может быть ничего негативного, вот, как в самом деле, в самой такой работе вязальщицы, и что может быть негативного. Весь негатив, он обычно исходит от оценок людей, вот, да. Ты вроде бы думаешь, что и как хорошо, вот я как вроде бы со всей душой, там, что-то вот показала, сделала, а тебе там бац, и фу, думаешь, ой, зачем? А так нет. Так, ну, на ютюбе я на все вопросы ответила практически, я так понимаю, некоторые просто повторялись. А сейчас перейдем к инстаграму. Самое удачное изделие, самое удачное изделие назвать. Ну, у меня таких было несколько, я вязала очень классный свитерок для Вари, для Матвея Лапапейса связала, себе несколько свитеров от альпаковых на шелке, я считаю, они очень удачные, я их ношу с удовольствием. Потом, вот этот свитер, мне кажется, он очень удачный, я с удовольствием его ношу, вот, уже несколько дней, он прям теплый, классный, не жаркий. Носки, варежки, вот носки вот эти, по-моему, очень удачные, они классно смотрятся, тепленькие. У меня муж такие обожает, я тоже. Шапок у меня очень много удачных, вот так вот прям, чтобы очень-очень прям супер, вот, которая классная. Вы знаете, я практически все свои изделия очень люблю, наверное, поэтому я очень много вяжу. Если бы у меня постоянно был такой, ой, ну все, ну не на пять не получилось, там, ну фу, ну что это такое, я бы, наверное, забросила уже это дело давным-давно. А так, я лучше перевяжу несколько раз, добьюсь того, что мне нравится, ну реально нравится эта вещь. Хотя порой бывает, что там все равно есть какие-то косяки, но я не такой вот супер идеалист, я не педант, я не перфекционист. Хвалю себя, говорю, что молодец, получилось, молодец, давай дальше старайся, усовершенствовать будем технику. Перфекционистам им гораздо тяжелее живется, хотя они, наверное, достигают каких-то больших результатов в чем-то, но мне мои нерви дороже. И так есть, куда их применить. Самое неудачное изделие. Самое неудачное изделие. Ну, их тоже много, на самом деле. Вообще, миллион неудачных изделий. Первые какие-то свитера, первые шапки, да все вот то, что впервые я вязала, очень много неудачных моментов. И даже когда тогда они казались удачными, сейчас я пересматриваю, думаю, ой-ой-ой-ой-ой, какой кошмар. Ну, мне кажется, так у всех, да, мы учимся, мы совершенствуемся, и какие-то первые вещи, они кажутся уже не такими удачными, но так вот, что прям самое-самое. Если я вспомню, я что-нибудь покажу когда-нибудь. Легко ли вы расстаетесь с вещью, которую вязали, если она неудачна? Да, легко вообще. Я вообще легко расстаюсь с вещами, я не привязываюсь к вещам, абсолютно. Я как-то вот в этом смысле, мне повезло. Мне не нужно хранить какие-то вот там вещи, особенно если они мне не нравятся, я их хранить точно не буду. Если с ними не связаны какие-то очень приятные воспоминания, однозначно нет. Слегко выбрасываю вообще, абсолютно. Мой вопрос, как бы ты хотела прожить ближайший год в плане вязания и вообще? В плане вязания я бы хотела развивать свой YouTube канал и Instagram. Значит, я буду много всего разного вязать, то, что я уже хочу связать, и будет, я думаю, что еще очень много новых каких-то проектов. Я хотела бы, ну, такие потаенные самые желания не хочется, не выдавать и просто воздух сотрясать ими. Но вот я хотела бы, да, развивать свой Instagram, YouTube. То есть, это будут связано, какие-то мастер-классы, я думаю, будут на YouTube. Будут платные мастер-классы в плане там в PDF и так далее. Ну, вот так. Я думаю, что буду потихонечку все развивать. И для этого нужно много. Видела на каком-то видео, вы гуляли с собачкой породы Йорк. Расскажите о ней. Почему? Прошу, потому что у меня недавно появилась взрослая собака, 5 лет. Мало знаю об этой собаке. Ну, у нас собачке 4 года почти. Мы ее купили с щенком. Она у нас немножко инвалид. У нее задняя лапка неправильно сросшаяся. Это родовая травма. Она у нас такая уцененная собачка. Собственно, я до этого мало что знала об этой собаке. Что мы с ней делаем? Мы ее кормим специальным кормом, который нам заводчик сказал кормить этим кормом. Роял Канин, специальный для Йорков. Поем, кормим, поем, гуляем. В холодное время не гуляем, даже в костюмчике. Потому что они очень быстро мерзнут. У них нет подшерстка. Периодически стрижем. Водим ее к грумеру. Ногти, уши. Делаем прививки. Собственно, вот и все. Это такая маленькая собачка. Что вам про нее еще рассказать? Водите к ветеринару раз в год. Пусть он ее смотрит, делает прививки. Вы ее кормите, любите. Ходите с ней гулять. Дома писать на пеленочку мы ее приучили. Хотя частенько промахивается. Чуть-чуть нам кое-что, кое-где погрызла капельку. Ну, благо, что она маленькая. Это не очень заметно. Дети ее очень любят. Мы тоже, естественно. Это такой маленький, еще один маленький ребеночек, который всегда хочет поиграть. Который всегда хочет на ручки. Который всегда хочет что-то вкусненькое обязательно. Невозможно поесть, чтобы она вот рядом не скулила, не просила. То есть, ну, это такой вот маленький ребеночек в виде собачки. Вот, летом она у нас на дачу бегает с удовольствием. Обязательно в ошейнике от клещей. Потому что мы один раз схватили клеща. Да, ее за нос укусил. Вытаскивали. Ну, такая, завариваю очень многое в интернете про нее. Написано, купаем каждую неделю, моем ее. Чистим уши. Вот, она у нас такая еще молоденькая. Поэтому, пока что, особо каких-то проблем с ней не было. Оля, скажите, как стирать готовое изделие правильно? Значит, я пропагандирую стирку руками. Все вязаные вещи, абсолютно все. Даже те, которые рекомендуют стирать в машинке. Я стираю руками. Сушу в горизонтальном положении. В разложенном виде. Раскладываю так, как оно должно выглядеть, когда высохнет. То есть, если во время стирки растянулся свитер, я его потихонечку так подсобираю. Да, и сушу в горизонтальном виде. На сушилке, на полотенце. Бывает, что это и 2, и 3 дня. Но сушу, никуда не перекладываю, не вывешиваю и так далее. То же самое касается носков, шапок, варежек, всего. Сушу исключительно на горизонтальной поверхности. И стираю исключительно руками. Стираю лаской. У меня ласка для шерстяных вещей. Прекрасно отстирывает, вкусно пахнет. Мне все нравится. Оля очень круто стала выглядеть. Как похудела? И еще вопросик, какое винишко предпочитаешь? Как я похудела? Я стала меньше кушать сладкого и хлеба. Это основные показатели. И вообще, тем, кто хочет похудеть, особенно это касается женщин, если долго не удается похудеть, после родов, например, нужно проверить свой гормональный фонд, щитовидку. Это очень важно, потому что могут какие-то гормональные показатели мешать вам похудеть. Вам, возможно, придется что-то где-то скорректировать. Нужно идти к эндокринологу. И, конечно, вообще у меня задача такой, вы знаете, похудеть до 55 кг нет. Но у меня есть вес, в котором я чувствую себя комфортно. Это где-то 62-63 кг. Я никогда не была очень худенькой и вообще не считаю это очень красивым, честно говоря. Поэтому, когда я чувствую, что я переела каких-то вкусняшек, я их просто отменяю. Вот отменяю и макароны, хлеб, все, что содержит муку, я не ем. В том числе и сахар. Практически убираю его. И то, что касается переработанного мяса, там сосиски, колбаса, вот это вот все я тоже не ем. Но уже, честно говоря, я не люблю. Могу сосиски только вот с утра в яичнице чуть-чуть съесть. Смотрите, от чего вам хорошо, от чего плохо. И фастфуд, вот это вот все там гамбургеры, чизбургеры, все это, естественно, тоже нет. В общем-то, так, ничего особо нового, как и у всех. Какое вино предпочитаю? Я, самое любимое вино, это пиногриджо, это белое вино. Очень его люблю. Любое вино, которое начинается от 800, от 1000 рублей, пиногриджо, супер. Вот, еще испанские тоже люблю, чилийские можно. Белое, чаще всего это белое, красное, мантепульчано, пожалуй. Это такое вот то, что мне нравится, от чего я себя чувствую хорошо. Очень люблю просекка, очень мне нравится с пузыриками. Да, ну и, конечно, асти и мартини, это вот то, что прям очень вкусно, но крайне редко себе позволяю, потому что от него болит голова. Что вяжете из остатков пряжи? Ничего. Я ничего не вяжу из остатков пряжи. Если я не могу вписать этот остаток в какую-то, такого же цвета вещь, то либо выбрасываю, либо выбрасываю. То есть, складываю в пакетик, оставляю возле мусорки. Кто-то заберет хорошо, нет, ну, в утиль. Ничего не делаю, ни о чем не жалею. Вот так. Вопрос про твит, что вязали? Ну и вообще расскажите про опыт с твитом разным, и, если можно, планы на твит. Значит, с твитом у нас такая случилась разная любовь, скажем, какая-то неоднозначная любовь, потому что вот один твит у меня очень хорошо пошел, это как раз бобинный, который я разыгрывала, такой серенький, я из него связала совершенно потрясающий шарф в две нити, мужской, и продала его очень быстро, потому что он реально очень крутой получился, вообще суперский. И шапочку еще тоже я связала, тоже продала. А вот с красным твитом, это одинарный донигал или донигал твит, что-то у нас не пошло в плане перчаток. Я хотела из него связать перчатки, но мне не очень понравилось, как он ложится в полотно. Я так поняла, что к нему нужно приноровиться, нужно его понять и полюбить. Я решила, что у меня на это нет времени, чтобы там его распаривать, вязать, потом три раза стирать, расправлять туда-сюда. Я решила, что гораздо полезнее он будет кому-то еще. А я куплю для этой цели, я имею в виду для вязания перчаток, какой-то другой твит, возможно, скрученный из парочки ниток, чтобы он не так сильно косил. И тут у меня перегрелась камера. Ну, ничего, за это время я написала пост в Инстаграм. Кстати, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Там я вещаю гораздо чаще. Вещаю. Да-да-да. Там мы с вами будем видеться гораздо чаще. И... Что-то я там говорила про твит. В общем, на твит есть платы, на перчатки однозначно. Ну что ж, на все вопросы я ответила. Если вам понравился формат этого видео, то поддержите меня пальчиками вверх и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Помимо вязальных видео, я здесь также снимаю уютные, атмосферные и очень расслабляющие влоги. Готовлю там еще что-нибудь вкусненькое. В любом случае, мы с вами уже очень скоро увидимся в новых видео. Всех целую. Всем пока.